Кроватка в первую очередь должна быть удобной для мамы и безопасной для малыша. Вот такая у нас кроватка. Она с такой красивой сеточкой. Это не просто для красоты. На самом деле здесь в Австралии очень много не только комаров, но и пауков всяких разных. И даже тараканы, если у нас встречаются, приходят с улицы такие уличные большие тараканы вот такого вот размера, которые, кстати, летают. Это ужасное зрелище, поэтому я бы совершенно не хотела, чтобы они заползали к моему ребёнку в кроватку или залетали. В чём она должна быть удобная для мамы, так это главное, чтобы она не была слишком низкой, потому что нагибаться к ребёнку и подымать тяжёлого малыша... Я извиняюсь, я отвлекаюсь, у меня малыш тут хотел стакан опрокинуть. Алла, не надо. Потому что когда нагибаешься и вместе с малышом нагибаешься, чтобы положить его в кроватку, то очень бывает неудобно, особенно если ты встаёшь по пять раз за ночь и невыспанная, заспанная несёшь ребёнка в кроватку, ну это просто не очень-то удобно. Алла, ну зачем тебе этот стакан? Ну зачем? Зачем? Ты хочешь попить? Ну давай попьём. Я извиняюсь, опять отвлекаюсь. И то, что некоторые используют в качестве кроватки манежики, ну может быть это удобно в том плане, что не надо его складывать и убирать, а как кроватку оставляешь и просто ребёнок в ней продолжает спать. С одной стороны, может это удобно, но то, что они довольно низкие, я не знаю. Я бы, например, не хотела бы в такую низкую кроватку ложить ребёнка. Тем более он тяжелеет с каждым месяцем. Что касается подушек, специальные подушки я использую очень тонкие такие, которые специально для малыша.